Юрьев день Вот вас кто-нибудь вообще разочаровывал в последнее время? А как же? Кто? Правительство. Вот я вам предлагаю сегодня, сегодня Юрьев день, день разочарования. Разочаровать, наконец-то, тех, кто вас по жизни разочаровывает. Они вот рассчитывают на что-то. А я вам налоги не заплачу. Я хочу обратиться к своему брату. Так вот, ты женишься и не думаешь, что я буду сидеть с твоим ребенком. Юрий Васильевич, завтра я не выхожу на работу. Это мой непосредственный начальник. Ага, понятно. Так, и вот он теперь разочарован, вы думаете? Да, я думаю, что разочарован. Что ему стало, что вы не выйдете? А ему вот самое начальство нагонять даст, если будет авария. Хочу обратиться к миру и к любовнику, что с Нового года я тебя бросаю, дорогой. Сегодня Юрьев день. Ты, наверное, поймешь, кто тебя бросил, потому что тебя зовут тоже Юра. Ну и с Нового года выхожу замуж. Бабушка, сори, но я не смог тебе привезти сегодня лекарства. Я надеюсь, простишь. Я обращаюсь к Зигфриду Иосифовичу к вам и вынуждена вас разочаровать, что я вернусь домой только 28 декабря. В декабря. А он думал когда? А он думал намного раньше. А и он будет разочарован? Конечно. А почему? А потому что я его жена. Пожалуйста, Сашечка, Алекс, дорогой, больше к вашей сестре я обращаюсь. Это тоже хочу огорчить, потому что она не будет с нами общаться, пока ты не найдешь нормальную работу и не станешь нормальным человеком в свои 20 лет. Вась, приветчик. Я тебе должен 20 баксов, а я тех не верну ни хрена. А еще мы можем вас срежиссировать тем, что можем просто разбить вам камеру. И тогда вы разочаруетесь сильно.